Привет, я Оля Михайлова и за пару минут я расскажу тебе все о новинках кино. На прошлой неделе в прокат вышли «Дуэлян», «Зачинщики» и «Глубоководный горизонт». Пиши, на какой фильм сходил ты. А на этой неделе я расскажу о новом творении Тима Бёртона, «Коллекторе» и очередной «Ведьми из Блэр». Камера, мотор, начали! Встречайте один из самых красивых и долгожданных фильмов этой осени – «Дом странных детей» «Мисс Перегрин». Хотя в последнее время у Тима Бёртона не выходит ничего стоящего, мы надеемся, что в этот раз он не оплошал. Фильм снят по всемирному бестселлеру об одаренных детях, которые живут в закрытом от посторонних глаз приюте. Заправляет там мисс Перегрин в исполнении прекрасной Евы Грин. На роль ее, кстати, взяли не из-за созвучной фамилии, а потому, что накануне съемок режиссер разбежался с Хеленой Боннем Картер, которая изначально должна была исполнить главную роль. Каких-либо причин, чтобы не смотреть это сказочно красивое и, как всегда, стильное творение Бёртона, я не вижу. Если, конечно, вы не поставили крест на режиссере. У тебя есть возможность изменить будущее! Пообещай мне, Джейк, что ты о них позаботишься. Обещаю. Это Курчатов, радио их Москвы. Мы говорили в студии о вашей профессии. Я спросил своих слушателей, как они относятся к коллекторам, приходилось ли им сталкиваться с людьми вроде вас. Хотите узнать, что мне ответили? Я знаю, что вам ответили. На экраны выходит один из самых сильных российских фильмов года, который уже успел завоевать награды за рубежом. Коллектор – это монофильм, то есть на экране все время находится один и тот же актер. В данном случае – Константин Хавенский. Несложно догадаться, что фильм расскажет о коллекторе. Всю свою жизнь он мастерски выбивал долги, но только до тех пор, пока сам не оказался в щекотливой ситуации. И вам предстоит наблюдать, как же он будет из нее выпутываться. Фильм идет чуть больше часа и на протяжении всего этого времени отлично держит напряжение. Психология в нем хоть и примитивная, но посмотреть все равно стоит. Я скоро все докажу. Дай мне час. Соскучился? Правда, бывает ужасно вкусный. Что это? Тот, кто загрузил это видео, утверждает, что нашел пленку в лесу Блэкхилл. Думаю, что это моя сестра. На экраны выходит очередная ведьма из Блэр, хотя это тот случай, когда фильм хорош только в единственном числе. Но раз уж он добрался до экрана, то так и быть расскажу, о чем там идет речь. О ведьме из Блэр. На самом деле история такая. У парня по имени Джеймс пропала сестра. Неожиданно он находит зацепку к ее местонахождению и вместе с друзьями отправляется в лес, в котором, по легенде, живет древнее зло. Сюжетный фильм не связан с предыдущими частями. И в этот раз создатели заявили, что сделали упор на преследование главных героев. Смотреть фильм стоит только если вы поклонник жанра. И то стоит один раз хорошенько подумать перед тем, как это сделать. Скорее! Встать в угол! Не смотри! Простите меня. Эти выходные вы не забудете никогда. Сегодня у нас горячо. Мы давно тебя ждем. Не успел Пирс Бролсон разобраться со своим айтишником, про которого мы рассказывали пару недель назад, как он вновь появляется на экранах в сомнительном фильме «Импульс». Картина расскажет о наркотике, который отключает контроль всех внутренних побуждений. На остров, куда приезжает отдыхать компания друзей, из-за этого вещества начинается самый настоящий садом, который, по идее, должен как-то очень неожиданно закончиться. А еще говорят, что в фильме есть сцена после титров. Вот только дождаться ее дело не из легких. Никому не уйти от того, что человечество погрязло в порочном круге рождения, гниения и смерти. Закончили! Я не отвечаю за тех, кто стал рабом страсти. Если вы соскучились по фильмам так же, как и я, в этой неделе для нас есть «Принцесса-лягушка». Картина расскажет о том, как лягушачья принцесса решает превратиться в лягушачьего мальчика для того, чтобы поучаствовать в лягушачьих Олимпийских играх. А все потому, что наградой назначены ее лягушачья рука и лягушачье сердце, и девушке уж больно не хочется выходить замуж. Сюжет, конечно, не фонтан, но пока до тролля еще месяц, выбирать, как говорится, не приходится. Я буду сама решать свою судьбу. Давай уже, приземляйся! Ты такой рань, ты видел? Дочь пропала, мы остались без главного приза Олимпиады. Может, меня переодеть в принцессу? У нас фигуры один в один. Также в прокате на этой неделе комедии «Имущество с хвостом» и еще один «Мальчишник». Мелодрама «Наши любовники», итальянская драма «Снег» и российская лента «Держи удар, детка». Ставь лайк и подписывайся на наш канал, пиши в комментариях, на что пойдешь на этой неделе. У меня на этом все. Пока-пока!